Девушки отдыхают Неважно. Я позже тебе перезвоню. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Добрый день. К вам вчера поступила девушка, и я хотел бы... Отделение? Не знаю, я привез ее к вам с приступом. Фамилия? Синицына. Мария. Родственник? Нет, я просто привез ее вчера. Сегодня я хотел бы узнать, как ее самочувствие. Посторонним информацию не даем. Ну, она здесь, в больнице. Она хотя бы жива? Жива. Можете мне доктора позвать, который вчера ее принимал? Доктор Дунаев, что ли? Никита Иванович, регистратура. Никита, стой. Синицына, почему ты не в палате? У тебя иммунитет слабый после всего. Умоляю, никому ничего не рассказывай. Не обо мне, не о моем состоянии. Пожалуйста, кто бы не спрашивал. Естественно, это врачебная тайна. Синицына, немедленно вернись в палату. Давай. Здравствуйте, вы меня вызывали? Да, здравствуйте. Я к вам вчера девушку привез. Да, я вас помню. Ну и как она? Стабильно. Стабильно хорошо или стабильно плохо? Приступ купирован. В сравнении с вчерашним днем, да, ситуация лучше. Больше я вам ничего не могу сказать. Врачебная тайна. Вообще, вам лучше спросить Машу лично. Она на трубку не верит. Видимо, сейчас ей не до вас. До свидания. Постойте. Передайте ей. Спасибо. Ты все еще здесь? Ага. На, вот, держи. Не волнуйся. Ничего я не сказал ты ему, ухажеру. Это не ухажер. Это, ну... Я так и понял. В общем, если ты не придумала лечиться, хочу с тобой кое-что обсудить. Идем. Да, а что? Ни один метод не гарантирует положительный результат. В твоем случае подавно. Но! Есть... Здравствуйте. Есть экспериментальное лечение. Оно поможет? Доброе утро. Доброе утро. Мой будущий муж состоятельный бизнесмен. И мы вполне можем не ограничиваться в свадебных тратах. Согласен. Леонид Борисович, вы, кажется, хотели о чем-то поговорить. Да, Алексей Владимирович. Наш юрист составил брачный контракт. Если вы ничего не имеете против. Разумный шаг. Ну что? Как настрой? Морально вроде подготовилась. Все равно страшно. Вдруг лечение не поможет. Так ведь бывает. А хуже станет точно. Представь ситуацию. Ты на подводной лодке. И локатор показывает, что через 30 секунд ты столкнешься с миной. Но разве ты бы не попыталась уклониться от верной смерти? Ты хочешь сказать, что мне уже все? Некуда деваться с подводной лодки? Я хочу сказать, что когда в запасе есть только 30 секунд... Ты знаешь, подводную лодку за 30 секунд не развернешь. За это время можно успеть только помолиться. Ну тогда радуйся, что ты не на подлодке, а в моем кресле. Ну? 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 Надеюсь, контрактом тебя не испугать? Ничуть. Так что у нас на повестке дня? С Вадимой танец. Нам нужно выбрать, что именно мы хотим. А нельзя как-нибудь без этого? Терпеть не могу танцы. Нельзя. Мы будем танцевать. Ну тогда на твое усмотрение. Что еще? Мне нравится твой подход. Фонд Кауфмана? Это тот аппарат, деньги на который собирали на концерте Ерохина? Да, это он. Они нам много помогают. А теперь попытайся расслабиться и слушай музыку. Поехали. Все, что не вечно проходит, Все, что бесценно, ничего не стоит, Все, что мне нужно во мне от рождения, От тебя жизнь получай наслажденье, Все, что не вечно проходит, Все, что бесценно, ничего не стоит, Все, что мне нужно проходит, Счастье в простых вещах, об этом заявляет нам Дмитрий Шуров. И прямо сейчас это счастье приобретет кто-то из наших слушателей, потому что мы разыграем билеты на долгожданный концерт. Круто, да? Угу. Сегодня, кстати, мне будет помогать определять победителя Анастасия Кауфман. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, сегодня вы нам помогаете в этом нелегком деле. Ну, давайте же напомним, что нужно сделать для того, чтобы попасть на этот концерт. Машку, не давай. Все очень просто. Нужно отправить объясняющие смс, почему вы хотите попасть на этот концерт, на номер 7766. Ну, вот, это же последний шанс. Машку, не давай. Ряд ли мне удастся чем-то впечатлить госпожу Кауфман. Маш, ну ты чего такая скучная, а? Ну, попробовала бы хотя бы. Ну, давай. Есть. Слушай, а с кем ты пойдешь на концерт, если выиграешь? Есть один человек, только... Ой, там все так сложно. Я даже сама не знаю, как это все... Итак, друзья, кому же достанется этот последний шанс получить билеты на концерт? Анастасия, пожалуйста, объявите номер нашего победителя. 538. 1541. Лиза, это мой номер. Поздравляем. Именно вы стали счастливым человеком, еще одним счастливым человеком в нашем городе, кстати. Анастасия, вы же тоже счастливый человек в некотором роде, потому что по слухам Алексей Терентьев, генеральный директор компании «Планета», предложил вам руку и сердце. Когда свадьба, Анастасия? Совсем скоро. Все все узнают. А пока я вам могу сказать лишь одно, что о таком мужчине, как Алексей, мечтает любая девушка. Ну что ж, будем ждать подробностей. И уверен, ваша свадьба станет событием года. Да. Ну что, как себя чувствуешь? Тошнит немного, а в принципе терпимо. Боялась больше, наверное. Ну, из-за папы. Тяжело он химию переносил. Ну, все переносят по-разному. Значит, ему не повезло. Он хотел даже прерывать курс, домой вернуться. Я его уговорила. Он тут умер в больнице. Прекрати себя накручивать. Ты сама просила меня спасти тебя. Ну, не мешай мне хотя бы попытаться это сделать. Никита, я вообще по другому поводу пришла. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Среди вас есть особенные 10 человек. Для того, чтобы попасть на сегодняшний концерт, они написали смс. Это очень честные смс. Я давно не читал ничего подобного. Но даже среди этих 10 смс-ок была одна еще особеннее. Итак, номер 538 1541. Где вы? Вы верьте хотя бы. Снимаетесь на сон. Здравствуйте. Как вас зовут? Маша. Маша. Поделитесь, пожалуйста, со всеми, о чем вы написали мне в смс. Да я не помню. Это бывает. Я вам помогу. Я очень верю в чудо. Как никто. Но этот концерт нужен не мне. Он нужен тому, кого я мечтаю взять с собой. Он давно потерял веру в простые, хорошие вещи. Он забыл, что значит жить на полную, получать удовольствие от каждой прожитой секунды. Я очень хочу, чтобы он вспомнил это, почувствовал это. А я просто буду рядом с ним. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Маша. Я вам подарю диск. Слушайте нас, давай. Вот. Спасибо. Может, у вас есть какая-нибудь любимая песня? Да. Письмо. Пожалуйста, возвращайтесь в зал. Письмо. АПЛОДИСМЕНТЫ Письмо. АПЛОДИСМЕНТЫ Письмо. АПЛОДИСМЕНТЫ Просижу вечером, накрапаю. Тебе письмо, мой друг, о чем не знаю. Может, о том, как это в стране до Китая люди послетали с петель, упала дверь входная. Может, о том, как много хочется успеть, допеть, допить, и догореть. Столько музыка доносит, то необъяснимо О чем никто не спросит, дай бог с ним С детства где-то слышали, где-то читали Не осознавая, сами жадно впитывали мир Пока не выросли, не стали взрослыми И с годами ценные приобретали И бесценное теряли Ведь все, что не вечно проходит Все, что бесценно, ничего не стоит Все, что мне нужно во мне от рождения Вот тебе жизнь, получай наслаждение Что не вечно проходит Все, что бесценно, ничего не стоит Все, что мне нужно во мне от рождения Вот тебе жизнь, получай наслаждение АПЛОДИСМЕНТЫ Классный концерт, спасибо, что вытянула меня Спасибо, что разрешил нарушить режим Я сгоняю за вещами, подождешь? Угу Извините, я на минуту остался А я думал, вы все еще в больнице Видимо, вам полегчало Да, ваши апельсины пошли мне на пользу Ммм, я верю в чудо, но этот концерт нужен не мне А это мощно, отличная выдумка Знаете, вообще-то Никите этот концерт очень помог Вы бы не тратили время зря Идите к вашей невесте Вдруг Ну что, Машка, угощайся Мама готовит Чтоб любимый сын с голоду не помер Я же дома Раз в неделю, хорошо, если ночую А это откуда здесь? Это Это же я тебе подарила Ну да Читаю иногда, когда в сон клонит, спать нельзя Знаешь, я хотела тебе кое-в чем признаться В чем? Я помню те стихи, которые ты в школе написал Какие стихи? Признание в любви Не помню тебя я Никогда Не помню ничего Да ладно Ты после этого в другую школу еще перевелся Мы над тобой все смеялись, и я больше всех Знаешь, как стыдно, до сих пор Это Я надо как это В общем, я хочу у тебя попросить прощения Да все, закрыли тему А я спросить еще хотела А для кого эти стихи? Я и стихов не помню Не то, что кому я их писал И вообще Пушкина уже давно нет Не верю Никит Я очень благодарна мирозданию За то, что у меня есть такой друг, как ты Так Все Режим нарушила Хватит Вообще Никит Ты же мне друг Друг Ну сейчас и твой врач Ты уже час ночи Марш в палату На процедуру утром не опаздывай Друг Ну не грусти Я буду сюда почти каждый день приходить на процедуры Как в школу, 8.30 Так у него жалобы тогда Оставалось бы Ну а желание? У меня еще пол списка А что там следующее? Значит, научиться танцевать танго Прыгнуть с парашютом Маш Танго и парашют Это все, конечно, очень здорово Но Где здесь хоть что-то про мужчину? Про какого мужчину? Да про любого Если бы я тут не сидела В ожидании этой спасительной операции Так все Я поняла Ну Мы скоро увидимся Обещай мне Что в списке Обязательно появится секс Пока Маш И пусть это будет Самый красивый мужчина на свете Маш Господи, ну наконец-то Ну с приездом Привет, мам Что случилось-то? А? Ничего не случилось Ничего не случилось? Да все нормально Что все нормально? Ты как будто не с отдыха С каторжных работ вернулась А? Худая такая стала А? Да все нормально Что все нормально? Ты где была-то? Ой, друзья Я же тебе говорила Ты колешься? Да? Ну теперь понятно На какой даче ты была А? Дожили? Дочь наркоманка А? Я объясню Нет, ты мне лучше объясни На какой наркотик тебя подсадили Мама Ну говори, объясняй Послушай Сядь Я шла по улице Мне плохо стало Я в больницу попала Острый панкреатит Вот пришлось какое-то время Под капельницей полежать Две недели? Мамочка Ну прости Я просто не хотела Чтобы ты волновалась Уже все нормально Надо только Диету соблюдать Фу, Маша, Маша Ну как так можно, а? Ну как так можно? Мама Ну как можно было Подумать, что твоя дочь Наркоманка? Обещаю, что никогда Так не будешь делать Никогда так не будешь делать Обещаю А ты Перестань волноваться Как не волноваться, а? Ну как мне не волноваться? Я же последние 20 лет Только ради тебя живу У меня же никого нет У меня никого, кроме тебя Ком мне волноваться, скажи? Субтитры создавал DimaTorzok Владимир Иванович Здравствуйте Вы меня помните? Маша? В Таиланде наводнения Все ломанулись домой В аэропортах хромешный ад Понимаешь? Туроператоры вытаскиваются из своих А сколько там наших? Шесть сотен наших Понимаешь? Шесть сотен В один самолет Они не влезут Нужен дополнительный рейс Так а в чем проблема? Боитесь, что не справитесь? Я могу поручить это Кому-нибудь другому Да нет, что вы Да это же пустяки мы Без проблем Правда разрулим Это не первый раз? Это... Просто раньше В таких экстренных ситуациях Вопросы с авиакомпаниями Решалась Синицына? Может ее снова попросить помочь? Неужели это Синицына Такой незаменимый кадр? Синицына совершенно Некомпетентный И безответственный сотрудник Десять лет работали Десять лет мучились Вопрос с Таиландом Я решу самостоятельно Без привлечения Посторонней помощи Я надеюсь Вы куда лезете? Ищите рейс Я соврала вам У мамы никого не было Маш, ну... Сейчас это уже не важно Нет, важно Простите меня Я думала, что я права На маму очень злилась И вообще считала, что все равно Никого... Никого и не встретит Лучше, чем папа Ага Ну... Такое бывает Это подростковый эгоизм Он необходим Чтобы почувствовать себя Личностью Не оправдывайте меня Я только сейчас понимаю Как это было жестоко Как маме было больно И вам Маша, Маша Ну зачем ты опять? Почти 20 лет прошло Если мы не уладим Эту проблему Страховая нас Потрохами съест Мне уже звонили оттуда Времени у нас сутки Не больше Это невозможно Рейсов нет Самолетов нет Субтитры сделал DimaTorzok Разбились по парам Веселее занимаем площадочку Соня Маша Как ты поняла У нас тут с мужиками напряженка Ну и что делать? Что делать? Единственный способ заполучить мужика Это привезти его с собой Так что давай Полтанца ты ведешь Полтанца я Хорошо? Хорошо Аня, подожди Послушайте, я не понимаю Как это ваша беспомощная Некомпетентная Синицына Умудрялась это решать А вы не считаете это возможностью? Да черт его знать Как у нее это получалось Ну так позвоните ей Я? Или вы хотите, чтобы я это сделал? Ого Что, потеряли тебя? Вы говорили незаменимых у нас Ой, простите У вас нет Давай, Синицына, давай Топчись на моих косточках Твой сегодня день Только помоги Я тебя прошу Знаешь, какая нам неустойка грозит Если эти в течение суток Не разлетятся по домам А 12 часов уже прошло Вы знаете, мне как-то Проблемы планеты Уже безразличны Тебе щедро заплатят Всего лишь за несколько часов работы Месячный оклад Мало, да? Хорошо, два Два оклада Вы обещали кое-что другое Тебе не понял Станцевать Знаешь, ты тоже Не издевайся Ну, тогда до свидания Маш А если я? А танцую? Конечно, только в том случае Если все улетят Лучше бы вы взяли деньгами Танцуй в веске, верно. Это вряд ли доставит вам удовольствие. Вы не переживайте. Мне нужен партнер для занятий. На сегодня он у меня есть. Остальное не важно. Почему же вы не взяли партнера своего давнего друга врача? А он их слишком занят. Настолько занят, что оставляет вас одну? Послушайте, я же вас не спрашивала, ваша невеста. Танцуйте. Да, Снежана, я на месте. Это лучшая школа в городе. Вам нужен Виталий, он невероятный педагог. У него танцуют даже паралитики. Хорошо. Значит, у нас есть шанс. Так вот, значит, как ты терпеть не можешь танцы. Ты верит мне. Браво! Мария, Алексей, какое чувство партнера. Продолжайте не терять ее. Должна сказать вам спасибо за этот подвиг. Кажется, благодаря вам сбылась еще одна моя мечта. А я вас еще раз поблагодарить за помощь с Таиландом. Да ладно. Может быть, я вас подвезу? Да что ж такое? Я даже слова из себя выдавить не могу. Почему я с ним всегда так глупо выгляжу? Дорогое мироздание. Сделай так, чтобы хотя бы один раз я пережила это. Больше я не буду просить. Только один раз. Маша, а вы очень домой спешите? Ну, может, покатаемся еще? Ну, соглашайтесь. Куда предлагаете поехать? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ю-ху! Вам не страшно? Еще! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это наша дача. Дедовская вещь. Лет сто здесь не было. Давно хотел сюда приехать, но все никак не мог решиться. Со мной, значит, смелели? Ну... Трудно вот так вот. Лицом к лицу встретиться с детства. Ничего не изменилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну, спасибо папочке, что хоть не продал. А знаете что? Мы сейчас здесь все уберем. И будет у вас здесь все как раньше. Вот, я веник нашла. И тряпка здесь есть. Ведро. Ну... Поможете мне? Вы сейчас как моя бабушка. Ну? Она тоже терпеть не могла. Беспорядок. Отличный комплимент. То есть я теперь бабушка? Да нет, я не это имел в виду. Ну, вы меня понимаете? Понимаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Абонент временно недоступен. Перезвоните в пущу. Это вы с Рыбой? Да. Это мой первый лов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НеOnley Стюм служит за начальством экскурсово-эскойable income. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похожи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я думал, ты ничего-ничего не боишься. Я ничего не боюсь. Ничего, только пауков. И высокий гор. Их я уже не боюсь. Для меня быстрее. Если не начать сначала, нужно жить вовсю. Я не знаю, что там завтра, но живу. Жива, когда ветер в моих волосах. Жива, просто чувствую палюса в глазах. Нет ни страха, ни глупых дней. Мне так нужен всего один. Самый лучший из всех людей. Жива. Мне так хочется так кричать. Жива. Мне нельзя запретить мечтать. Я есть. И теперь больше, чем всегда. Жива. Замечательно. Слушай, ты какая-то другая сегодня. Что-то случилось? Чего? А как там Лизонька? Какие операции? К ней можно? Опухоль удалили всю, но сейчас она в тяжелом состоянии. Было много осложнений. Но не в критическом. Я хочу ее увидеть. Маша, нет. Ты сама едва на ногах стоишь. Пожалуйста, мне очень нужно. Маша. Пожалуйста. Слушай, шупер ты, а? Ира Александровна. Как вы? Здравствуй, Маша. Надеюсь. Это все, что мне остается. Все же будет хорошо, правда? А ты-то сама как? Вот. Все по плану. Начала сражение со своим монстром. А может, ты на химию бери кого-то? Лиза говорит, что когда вдвоем, то не так больно. И не так страшно. Может, маму? Ну, она не знает. Чего не знает? Про рак я не сказала. Некоторые считают рак очень гуманной болезнью. Потому что он дает время попрощаться. А ты отнимаешь у своей мамы даже это. А вы с Лизонькой уже попрощались? Я прощаюсь не каждый вечер. Каждое утро. Я радуюсь тому, что у нас есть хотя бы еще один день. Мам, мне надо с тобой поговорить. Ой! Как ты меня напугала. Так неожиданно вошла. Маш! Мам! Подожди. Ты знаешь, кого я сегодня встретила? Вот ты ни в жизни догадаешься. Владимир Иванович. Ну, помнишь, который у тебя математику преподавал? Потап, что ли? Ну, какой Потап, Маш? Какой Потап-то? Владимир Иванович. Пришел в ЖЭК. Говорит, я за справкой. Сам с цветами. Маш, мы в театр завтра идем. Ну, вы-то молодцы. Правда? Ну, у меня. Мамочка. Я очень за тебя рад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты меня бросаешь? Так будет лучше. Для всех. Это из-за контракта? Я не люблю тебя, Настя. Я знаю. Ты же сам говорил, что наш брак – это деловое соглашение. Пускай все остается как есть, меня все устраивает. Я пересмотрел свет взглядом. С момента наших первых переговоров слишком многое изменилось. Надо же. Слушай, я правда думала, что в тебе есть что-то особенное? Ладно, я это переживу. Но вот мой отец, боюсь, будет расстроен. Вряд ли ты захочешь с ним ссориться. Твой отец – умный человек. И как преподать наш с тобой разрыв с найменьшими потерями, мы с ним договоримся. Ваша с ним репутация не пострадает. Что за бред? Это что, из-за этой идиотки? Ты предпочел мне это ничтожество? Настя, ты расстроена, я понимаю. Давай на этом закончим. Привет. У меня для тебя новость. Хочу, чтобы ты знала. Я разорвал помолвку с Анастасией Кауфман. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Лизоньке стало лучше? Ее домой отпускают? Лиза больше нет. О, Господи, как больно. Ты готовишься к этому, готовишься. А как принять? Невозможно. Господи, какая-то больно. Ну, как мог. Что случилось? Почему ты опять здесь? Снова приступ? Это серьезно? Я решила, нам надо расстаться. Не понял. Все и так зашло слишком далеко. Прощай, не звони мне больше. Да объясни ты по-человечески. Вы знаете, что делать. Так же, как в прошлый раз? За хранение до семи лет. Нет. Для нее это будет перебор. Просто сделайте так, чтобы она ни о чем, кроме своих проблем, и думать не могла. Ну, это мы можем. Маш? Ну что, как спектакль? Ой, Маш, восхитительно. Просто восхитительно. Раздевайся, мои руки. За ужинами я тебе все расскажу. Мам, откроешь? А кто там? Здравствуйте. А вам кого? Уголовный розыск. Маша! Спокойней! Маша! Спокойней. Синицына Мария Евгеньевна, это вы? Да. Очень хорошо. Ну что, девушка, доигрались? Капитан Мятежков, уголовный розыск. Синицына, советую вам во всем сознаться. Не отягощать ситуацию. Что это? За что? Гражданечка, спокойней. Ваша дочь обвиняется в краже драгоценностей господина Ерохина в особо крупных размерах. Стюх.